Москвичей этот матч не стал. По сравнению с игрой двухнедельной давности в составе Локомотива с первых минут появились Маминов и Харлачев, который в итоге и стал, пожалуй, героем матча. Первый тайм прошел при небольшом территориальном преимуществе у Локомотива, но ни у тех, ни у других ворот не было создано ни одного по-настоящему голевого момента. И в этом прежде всего заслуга защитников москвичей и греков. А единственным заметным событием первых 45 минут стала замена травмированного Ласькова на Зазу Джанаши. Второй тайм начался с опасных атак Айка, но уверенно чувствовал себя вратарь Локомотива Нигматуллин, который выручил свою команду после розыгрыша углового. Железнодорожники же ответили мощным ударом Маминова под перекладину. Греков выручил от Мадзидис. А уже в следующей атаке упустил хороший момент Евгений Харлачев. Находясь в очень выгодной позиции, он пробил прямо во вратаря. И наконец на 55-й минуте все тот же Харлачев после великолепной передачи Зазе Джанаши сумел таки вывести свою команду вперед. Поймав от Мадзидиса на противоходе, он послал мяч точно в дальний угол. 1-0. После гола москвичи расслабились и нити игры перешли на некоторое время в руки наших гостей. На 68-й минуте очередная атака Греков завершилась падением Гретерсона в штрафной локомотива. И немецкий судья Мерк без колебаний показал на 11-метровую отметку, хотя пенальти был не бесспорным. Капицель же развел Нигматулиный мяч по разным углам и на табло появились устраивающие Греков 1-1. Ну а после этого на поле главную роль исполнял уже Мерк, судья из Германии. Для начала он не засчитал точный удар Зазе Джанаши, удачно распорядившегося мячом после рикошета. Джанаши уже на радостях исполнил свой фирменный кульбит, но вне игры. Хотя на повторе будет отчетливо видно, что Джанаши выскакивает из-за спин греческих футболистов, а Харлачев находится вовне игры, но офсайт пассивный. После этого локомотив продолжил массивное наступление, и отличный удар получился у капитана москвичей Чугайнова. Но на месте вратарь. Затем Соломатин не успевает на добивание после мощного удара Харлачева, а затем слово опять взял немец Мерк, и опять в центре внимания Харлачев. У него получается точный удар, но немецкая бригада не засчитывает и этот мяч, хотя опять видно, что вне игры не было. После такого произвола, наверное, любой бы клуб смирился с неудачей, но железнодорожники мчались вперед с единственной целью вырвать победу. Правда, греки могли снять все вопросы под занавес встречи, но излишнее пижонство, и Гуренко выбивает мяч, направленный в пустые ворота. Шла уже вторая добавленная Мерком минута. Греки требует финальный свисток, а Харлачев в очередной раз навешивает во вратарскую, и Чугайнов головой отправляет победный мяч в ворота Айка. Справедливость восторжествовала, и Локомотив в полуфинале.